Всем привет! Сегодня поговорим о переработке полиэтилена в жидкое топливо, вживляемых протезах отечественного производства и университетских рейтингах. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Джен Хуань, химик из Китайской Академии Наук, сумел добиться разложения полиэтилена при температуре 150 градусов по Цельсию путем добавления органометаллического катализатора с содержанием иридия. Катализатор ослабляет связи, ответственные за прочную структуру полиэтилена, ускоряя его разложение, превращая в жидкий продукт. Полученные продукты гораздо чище, чем обычные, полученные в результате сожжения. К тому же такую реакцию легче контролировать, а жидкость можно использовать в качестве топлива. Пока процесс был продемонстрирован на небольших образцах пластиковых пакетов, бутылок и пищевых упаковок. А в России ученые из российского научного центра имени Лизарова в Кургане проводят испытания уникальных протезов, распечатанных на 3D-принтере в региональном инжиниринговом центре Уральского федерального университета. Их особенность в том, что они не крепятся к телу человека, потерявшего конечность, а вживляются в организм. Протезы, выполненные из титана, внешне напоминают шурупы, а внутри повторяют структуру человеческой кости. Поверхность имплантата покрыта силиконом, имитирующим кожу, а вживляемая часть полая. Через протез будут проведены сухожилия, и человек сможет им управлять. На сегодняшний день протез пальца, установленный одному из пациентов, успешно сросся с рукой. И напоследок в Татарстане. По результатам рейтинга Round University Ranking 2016, КФУ улучшил свой прошлогодний результат на 54 пункта и расположился на 257-й строчке в общемировом зачете. Кроме того, наш альма-матер находится на пятом месте среди российских университетов, уступая лишь МГУ, МФТИ, Новосибирскому государственному и Томскому государственному университетам. В отличие от иных глобальных рейтингов, академические опросы Thompson Routers предусматривают участие экспертов только из собственной базы компании. Исключают возможность предоставления университетами своих списков ученых. А на этом все. Субтитры подогнал «Симон»